С вами Сергей Гудков. Сегодня мы разберем ситуацию, как быть, если ребенок грызет ногти. Если он грызет ногти, если он корябает болячки, если он делает какие-то навязчивые движения, как-то хрюкает, хмыкает и так далее, и так далее. То, что обычно очень сильно раздражает родителей, когда им говорят прекрати, 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 но ребенок продолжает это делать. Вот что здесь важно знать и что конкретно делать. Во-первых, в том, что делают дети, есть два очень важных компонента. Первое. Это сопротивление. И второе. Это удовольствие. Сопротивление. Родители обычно запрещают это делать. Они говорят, немедленно прекрати, хватит уже сколько можно. Они ругают, уговаривают, страшат какими-то карами. И мы сталкиваемся здесь с ситуацией, что ребенок получает запрет и делает то, что запретно, это же одно из удовольствий в жизни. Поэтому ребенок делает это, в том числе, потому что у него есть вот это обычное детское, нормальное такое человеческое сопротивление. И второе. В этом компоненте, в этих действиях всегда есть удовольствие. Удовольствие, телесное удовольствие. Потому что что угодно, даже если мы делаем какие-то болезненные вещи, если мы повторяем это достаточно долго, в этом определенно возникает удовольствие. И то есть мы пытаемся лишить ребенка этого удовольствия. Что нужно делать, исходя из этого? Во-первых, прекратить все эти уговоры, прекратить попытки запретить, потому что это вызывает лишь больше желания это еще делать, в том числе на зло. И во-вторых, здесь очень важно использовать такой элемент, как сделать удовольствие обязанностью. То есть мы не просто разрешаем, а даже предписываем, настаиваем на том, чтобы ребенок это начинал делать, начинал делать тогда, когда мы это говорим, делал по определенному порядку в течение какого-то времени. Вот я даже помню, когда у моего старшего сына были навязчивые движения, он одно время как-то дергал плечом, я поступил очень просто. Я сказал ему, что окей, раз ты хочешь так делать, давай. Я выделил ему 15 минут вечером, позвал его и прямо стоял над ним, давил, настаивал, чтобы он это делал, чтобы он это прям как следует дергал. Конечно, несколько дней ему это все жутко надоело, и симптоматика пошла на спад. То есть вот такой принцип, когда мы превращаем удовольствие в обязанность, когда мы даем какие-то временные границы, прямо заставляем ребенка делать то, что нам не нравится, очень быстро сводят на нет все эти два компонента. То есть ребенок тогда вынужден сопротивляться тому, что он делает под вашим напором. Он не хочет это делать, и, соответственно, не хочет делать это и остальное время. И, конечно, удовольствие мы таким образом просто стираем, сводим к нулю. Так что имейте это в виду и пользуйтесь.